Привет дорогие друзья! Сегодня мы вместе с вами приготовим замечательный и вкусный суп окрошка. Он летний. Я вам покажу сегодня свой любимый рецепт. Один отварной картофель, который мы сейчас поставим и отварим до полной готовности в мундире. Это молодой картофель, который варится 20 минут. После того, как мы поставили картофель вариться, мы поставим вариться куриное филе, посолим обязательно, добавим душистого горошка, отварим куриное филе до готовности и обязательно поставим одно куриное яйцо вариться. Пока варится у нас курица, картошка и яйцо, мы подготовим наш огурец и редиску. Очистим от кожуры огурец. Далее мы это все нарежем. Нарезать будем средним кубиком. Отправляем в большую емкость наш огурец и начинаем резать редиску. Редиска молодая, свежая. Наше куриное филе дошло до готовности. Варилось оно 8 минут после закипания. Таким образом у нас получилось сочное куриное филе. Нарезаем его также кубиком. Отправляем наше сочное куриное филе к нашему свежему редису и огурцу. Пока мы нарезали куриное филе, наше яйцо куриное уже сварилось. Нарезаем его также кубиком. Половинка яйца уходит в наше куриное филе и в овощи. Достаем желток. Белок также дорезаем. И отправляем в нашу смесь. А желточек нам понадобится для заправки. Перед тем, как сделать заправку, мы нарежем укроп для нашей окрошки. Нарезаем не сильно, для того, чтобы не выпустить вес сок с укропа. Вот наша картошечка подошла до готовности. Картошку нарезаем мелким кубиком. Ко всем нашим ингредиентам нарезанным добавляем отварной картофель, нарезанный кубиком. И начинаем делать заправку. Вот наш желток, который я оставил. Нам понадобится половина желтка, чайная ложка горчицы, одна столовая ложка сметаны, соль, перец черный молотый. Добавляем немножко кваса. И это тщательно перемешиваем. Перетираем желток с горчицей, сметаной, квасом, соль и перец. Теперь добавляем в наши овощи соль, перец, еще чуть соли, добавляем одну ложку вторую в наши заправки. Аккуратненько перемешиваем. Добавляем укроп. Теперь готовимся подавать. Ребят, покажу вам два варианта подачи. Первый вариант мы сделали вашу заготовочку. Формируем ее в кольцо суповой тарелочки. плотно. трамбуем. Заливаем в нашу остальную заправку квас. все это аккуратненько перемешиваем. Все это аккуратненько перемешиваем. укропом. И поднимаем наше кольцо. Вот такая красота у нас получилась. Вторая подача немного проще. Добавляем нашу маленькую заготовочку соуса. Заливаем квасом. И заливаем квасом. Настально вкусно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok